Сегодня расскажу вам про линейку продуктов компании Print Audit. Для начала я хочу, чтобы вы ответили для себя на следующие вопросы. Знаете ли вы точно, сколько тратит денег ваша компания на печать? Уверены ли вы, что все затраты, отнесенные на расходные материалы, обслуживание и замену картриджев, учтены в затратах на печать? Они размазаны по статьям, оборудованные, слуги и так далее. Оцениваете ли вы распределение затрат на печать по отделам, проектам, направлениям и клиентам? Можете ли вы с уверенностью сказать, что все ваши сотрудники используют принтера исключительно в рабочих целях? Уверены ли вы, что каждый документ, в зависимости от его содержимого, печатается на наиболее подходящих принтерах? Уверены ли вы, что бумага используется максимально эффективно? То есть документы, черновые документы для личного пользования печатаются дуплексом? Если вы ответили нет хотя бы на один вопрос, значит вы теряете свои деньги. Все, о чем вы не знаете, дорого вам обходится. Здесь приведены небольшие факты о печати, да, я не буду их комментировать. Могу сказать только то, что в среднем компания может сэкономить на печати до 30%. То есть 30% это нецелесообразное использование бумаги, тонера, картриджев и так далее. Давайте немножко о компании расскажу. Компания уже более 15 лет на рынке, и она помогает снизить затраты на печать большим организациям. Ну, относительно большим. То есть продукт, можно сказать, необходим компаниям со штатом от 100 рабочих станций, то есть от 100 человек. Собственно, теперь про продукты. Первый продукт это флагман компании. Print Audit 6 называется. Состоит он из трех модулей. Модуля анализ, модуля правила и модуля бюджетирования. Подробнее расскажу чуть дальше, вкратце. То есть модуль анализ. Это сбор информации по печати в организации и вывод отчетов. Сбор информации происходит по каждому сотруднику отдельно. Правила. Соответственно, это правила печати. То есть запрета перенаправления печати, принуждения двусторонней печати и так далее. Бюджетирование. Здесь можно разновидеть на два этапа. Либо личное бюджетирование посредством, как сотовая связь. То есть выделяются деньги человеку, на которые он печатает. Деньги заканчиваются. Печать ему запрещается на любых принтерах. Или же бюджетирование каких-то проектов. Если у вас проектная организация, то в рамках проекта с конечным клиентом вы можете брать деньги не только за предоставленную услугу, но еще за потраченные расходные материалы в рамках этого проекта. Теперь про первый модуль, модуль анализа. У вас на экране сейчас так называемый Job Manager. Это менеджер отчетов. То есть здесь, не знаю, насколько вам видно, по каждому заданию на печать вы будете видеть статистику. То есть кто, где, что, когда, как, то есть из какого приложения было напечатано. И порядка 35 информационных полей по каждому заданию на печать. Все это можно будет структурировать, соответственно, в отчетах. То есть здесь просто общая статистика. Отчеты можно делать как табличные, общие, как, например, здесь на примере. Хочу сразу оговориться, что в презентации все на английском языке, да, но продукт полностью локализован. То есть он полностью на русском языке. Все отчеты, все пояснения, вообще весь продукт русскоязычный. Вот. Это табличный вариант отчетов, либо вот графический вариант отчетов. Это все можно делать в совокупности, то есть создать итоговый отчет, в котором будут и табличные, и графические отчеты. И, соответственно, анализировать будет вам гораздо проще. Также можете создавать свои отчеты по тем критериям, которые вам необходимы. Еще такой небольшой нюанс. Отчеты можно запланировать. То есть вы выбираете до пяти отчетов в том разрезе, который вам необходим. Например, по пользователю, по принтерам, по количеству бумаги, там еще почему-нибудь. Планируете, что они там должны приходить вам каждую пятницу, да. И они на электронную почту автоматически будут генерироваться и отправляться вам на почту. И вы, собственно, не обязательно лазить каждый раз в панели администрирования продукта. Второй модуль. Это модуль правила. Правила устанавливаются по параметрам задания. То есть здесь порядка 30 параметров, по которым можно создать некие правила. По стоимости, по приложению, по принтерам, по компьютерам, по цветности и так далее. То есть все логично. Если там возьмете на тестирование, это все увидите. Все очень просто. Никаких проблем с этим не возникает. Как это все вот делает? Собственно, здесь пример, как создаются правила. Для начала вы создаете условия, при котором будет выполняться там некое действие. Вот. То есть условий здесь много, да. То есть упадающий список большой. То есть источник задания, имя компьютера. Ну, собственно, очень много всего. Вы создаете условия, а затем для этого условия выполняется какое-то действие. То есть вводить сообщения там о возможных отмененных заданиях и так далее. То есть давайте примеры сразу рассмотрим, чтобы было более понятно. Вот пример ограничения объема печати. Вот девушка хочет напечатать на своем локальном принтере, который стоит рядом с ней. От одной до трех страниц она это может сделать. Никаких проблем у нее с этим не возникает. Ну, если же она захочет напечатать более трех страниц, но меньше десяти, есть, вы можете создать так называемое мягкое правило. У девушки будет выбор. Во-первых, вот это вот информационное окно, весь текст, вы сами здесь пишете. Да. И девушка читает то, что это дорого, перенаправив на МВУ, потому что это более целесообразно. Да. Вот. И у нее есть выбор. Она может игнорировать ваш текст и продолжить печатать на локальном принтере. И либо отменить задание на печать и вручную перенаправить уже на более дешевое обслуживание МВУ. Если же она печатает более десяти страниц, к ней применяется уже жесткое правило. То есть, ну, текст фактически тот же самый. Да, текст вы пишете сами. То, что здесь очень дорогая, там, у вас цветные картинки, да, там, дорогая печать, нецелесообразно. Вам нельзя печатать на локальном принтере данное задание на печать. У нее есть только один выбор. Отменить это задание и вручную, повторяю, вручную, перенаправить на более дешевую МВУ в обслуживании. Автоматического перенаправления не происходит. Так, ну, это, вот, собственно, продолжение. По экономии бумаги. Например, девушка ведет какую-то переписку с каким-то клиентом, да, и вот ей нужно последнее письмо из программы Outlook. Да, можно поставить принуждение двухсторонней печати из приложения. В частности, в нашем это Outlook. Когда она хочет напечатать последнее письмо, соответственно, она не задумывается о том, что будет напечатана вся переписка. Вот. И здесь вы ей напоминаете об этом, то есть, мягкое правило, опять же, у нее есть выбор. Вы напоминаете об этом, что она может использовать двухстороннюю печать, там, так как это какая-то личная информация и не нужно тратить лишнюю бумагу на это. Соответственно, у нее есть выбор, опять же, игнорировать вас и продолжить печатать, да, или же отменить задание, поставить двухстороннюю печать, дуплекс, да, в настройках и напечатать с помощью дуплекса. Автоматически, я повторяю, автоматически ничего не происходит. Вот. И еще такой нюанс. Дуплексы можно печатать только на тех принтерах, на которых это возможно, да, то есть, если принтер не предусмотрена данной функции, то, к сожалению, продукт этого сам не определит. Также в службу поддержки, например, принтер по какой-то причине не работает. Опять же, продукт, принтер-аудит не определяет работоспособность принтера. Об этом должны заботиться уже системные администраторы, либо люди, которые ответственны за оборудование в организации. Она отправляет, ну, в нашем случае, предположим, что сетевый администратор уже знает о том, что не работает там какой-то принтер, да, и создает некое правило о том, гласящее о том, что принтер не работает, мы об этом знаем, перенаправьте, пожалуйста, на другой принтер и не пишите там в helpdesk. Вот, соответственно, здесь, повторяю, вы пишете все, что угодно и можете для каждой группы пользователей, то есть, для отделов, для этажей, написать, например, принтер, который им будет ближе всего. Ну, и вам выгоднее печатать, чтобы. Вот, соответственно, соблюдение политик безопасности в организации, то есть, вы будете видеть, вы будете видеть, знать, кто, где, что напечатал, и немаловажный фактор, это, возможно, блокировать печать по имени документа. Предназначено это для того, чтобы финансовые документы, да, обнаруженные из бухгалтерии. Вот, бухгалтер хочет напечатать какую-то финансовую отчетность, да, из 1С, ведомость о зарплате, например. Вот, для чего она это хочет напечатать, непонятно. Соответственно, она отправляет на печать, на любой принтер, неважно, на какой у нее появляется информационное окно, гласящее о том, что если ты напечатаешь этот документ, то, так, простите, если напечатаешь этот документ, да, то в службу внутренней безопасности попадет информация. Вот, она может отменить этот документ, и все хорошо. Если же она его печатает, это записывается на сервер, в сервер отправляется электронное письмо в службу безопасности, там, информационный, внутренний, неважно, да, и человек может позвонить и сказать, то, что для каких целей ты напечатал данный документ. Ну, задавать какие-то там вопросы, да, относительно этого. Теперь переходим к третьему модулю, это модуль бюджетирования. Ну, как я уже говорил, бюджеты могут быть как личные, да, то есть, посредством сотовой связи, либо бюджетирование каких-то проектов. Давайте также сразу к примерам. Бюджетирование проектов, да, как это работает. То есть, создается какое-то задание на печать, отправляется, опять же, на любой принтер, здесь, в принципе, не важно. Всплывает информационное окно, в котором сотрудник, вот в этом поле, выбирает, в рамках какого проекта он печатает данное задание, ну, данный документ. Соответственно, это все записывается в базу данных, и в последующем, при закрытии этого проекта, нужно сгенерировать, так называемый, отчет-счет и предоставить его конечному заказчику. Немножко технических деталей, агент устанавливает, лицензируется продукт по количеству агентов, по количеству рабочих станций, за которыми необходимо наблюдать. Да, то есть, агенты устанавливаются на каждую рабочую станцию, не требуют наличия выделенного сервера, достаточно уже существующий сервер организации, возможно, удаленная установка с помощью AD, и, соответственно, с помощью пакетов MCI установочных. Ну, как я уже говорил, легкая интеграция с AD и Novel e-director, поддержка терминальных решений, возможно, и поддержка рабочих станций 64-битные, Windows, либо MacOS. Как правильно внедрять? Хочу сказать сразу, что у нас сейчас проходит акция до конца марта, это бесплатный пилотный проект, до 500 лицензий мы можем предоставить вам сроком до 2 месяцев. Как правильно тестировать, да, как правильно пилотировать этот проект? Мы разделяем, ну, предположим, вы возьмете на 2 месяца 500 лицензий, мы период разделяем на 2 части, то есть по месяцу. Первый месяц тестируется в скрытом режиме продукт, то есть просто в скрытом режиме устанавливаются агенты, пользователи не знают, что за ним ведется наблюдение, собирается реальная статистика по печати, сколько реально печатают в организации. Как только заканчивается там первый месяц, мы снимаем итоговый отчет, затем оповещаем сотрудников о том, что вводится там новый программный продукт, который позволяет контролировать сотрудников, да, именно что они печатают, когда и так далее. Это может быть либо электронная почта, либо там доска объявлений, как принято у вас в организации, да, и в конце уже пилотного проекта, в конце второго месяца мы снимаем второй итоговый отчет, и их сравниваем. Вот в среднем эти два отчета должны разниться на 30 процентов, то есть в 30 процентов должна сократиться печать в организации. Вот, ну и собственно это главное экономическое обоснование о приобретении данного продукта, то есть нужно вам, выгодно это вам, необходимо это вам, поможет оно вам и так далее. Вот, есть также у нас калькулятор окупаемости, он создан на, построен на среднестатистических данных, большая часть, наверное, даже Европы, да. Какая-то часть, конечно, есть в России, мы то, что собираем, ну, продаем продукты, конечно, собираем информацию туда и пытаемся тоже засунуть, проанализировать, вот. Ну, все равно это средняя статистика, да, и поэтому в любом случае необходимо запускать пилотные проекты в организации, чтобы реально понять, нужно вам, нужен ли вам этот продукт и поможет ли он вам, все ли у вас так плохо. Также есть гарантия принтаудита, принтаудит может вам вернуть деньги, если продукт не окупается, не окупится в течение года. Есть специальный гарантийный договор, да, в котором прописаны условия, которые вы должны выполнять, если будете выполнять эти условия и все равно продукт не окупится, мы вернем вам все деньги, никаких проблем с этим нет. Давайте перейдем уже ко второму продукту, второй продукт под названием Print Audit Secure. Для чего необходим принтаудит? Ну, описать продукт можно в двух словах, не в двух, в нескольких. Документ не будет распечатан до тех пор, пока пользователь не готов его принять. Как это происходит? Пользователь отправляет какое-то задание на принтер. Это задание висит в облаке. Да, то есть, ну, давайте сразу пример. Бухгалтер отправляет, опять же, ведомость о зарплате на какой-то коридорный принтер, потому что у него локальный, там, по какой-то причине не работает, да. Вот. И, соответственно, если сотрудники увидят ведомость о зарплате и, там, ну, начнут изучать ее, то это не всегда может хорошо отразиться на работоспособности или, там, скандалах в организации и так далее. Вот. Соответственно, данное задание будет висеть в облаке этого принтера. Бухгалтер, подойдя к принтеру, у него есть много вариантов, либо с помощью карточки авторизоваться на принтере, либо с помощью мобильного устройства с доступом в интернет, либо с помощью, там, компьютера рядом стоящего, подключенного к этому принтеру, либо с помощью личного пин-кода, введя его на дисплее этой МВУшки. То есть, он авторизуется каким удобным для организации способом. И, соответственно, только после этого он сможет распечатать данный документ. Причем, если использовать мобильное устройство, да, это будет выглядеть вот примерно вот так вот. То есть, человек может целый день отправлять какие-то документы на печать, да, они будут все висеть в облаке. Он с помощью мобильного устройства заходит на определенный сайт, да, под своим логином, под своим паролем, видит, соответственно, все задания, которые он отправлял в течение дня, высвобождает, ну, то есть, печатает, либо удаляет те задания, которые ему нужны на сегодняшний момент, на данный момент. Остальные либо остаются висеть, да, до лучших времен, когда они потребуются, либо он их просто удаляет. Вот. Полная интеграция Secure, Print Audit Secure с Print Audit 6, то есть, будет также вестись подсчет копий распечатанных сотрудникам, но копии будут считаться не в момент отправки документа, а непосредственно в момент, когда документ уже распечатал. Сейчас вот рассказал им про два продукта, Print Audit 6 и Print Audit Secure, которые позволяют контролировать пользователей и их печать. Сейчас я буду рассказывать про также два продукта, которые позволяют контролировать принтера и собирать с них статистику. Первый продукт это Rapid Assistant Key, Print Audit. Это очень простой продукт, это обычная USB флешка с предустановленным на ней ПО, которая собирает статистику о сетевых принтерах в организации. Она может быть использована на любой рабочей станции в организации и не требует постоянного подключения к интернету. Работает очень просто. Вы просто USB флешку это вставляете в USB порт любого компьютера, который постоянно находится в сети организации. Вот это окно запуска продукта. Соответственно, вы вводите диапазон IP адресов, протоколы SNMP. Соответственно, опрашиваются все устройства и выводится вот такая финальная табличка. То есть IP адрес принтера, вендор, название, заправка тонеров, черные, цветные, неважно. Количество распечатанных страниц за всю жизнь, цветной принтер, не цветной, сколько цветных было распечатано. И вплоть до того, что он написан на дисплее принтера. То есть, с помощью этого продукта можно проводить инвентаризацию в организации сетевых устройств. И сразу оговорюсь, можно также увидеть локальное устройство, но опять же, если синтегрировать этот продукт с продуктом Print Audit 6. В этом случае будут видны и локальные устройства. Но локальные устройства, кроме как информации о количестве распечатанных страниц за всю жизнь, вы больше ничего не увидите. Соответственно, отчеты обновлять каждый раз. Сохраняются отчеты в формате PDF. В Excel их импортировать нельзя. Из продукта. Опять же, как графические, так и табличные. Общие отчеты. Вы сами формируете то, что вам необходимо. Следующий продукт. Это некое SaaS решение. Под названием Print Audit Facility Manager. Это точная копия Print Audit Rapid Assistant Key. Только с небольшими оговорочками. Во-первых, все происходит автоматически. Агент устанавливается на любом компьютере, на любую рабочую станцию, которая постоянно находится в сети организации и постоянно подключена к интернету. Должна быть. Вы получаете свой логин и пароль. Соответственно, заходите на сайт fm.printaudit.com и вводите и видите фактически ту же самую картину. То есть происходит сбор информации обо всех устройствах. То же самое, что и в Print Assistant Key. Возможно, просмотр по каждому устройству. То есть количество печатных страниц, сумма потраченная на печать на данном устройстве, уровень тонера и так далее. Такая же генерация отчетов. И возможно еще уведомление о уровне тонера. И автоматически это заказ. Что это значит? То есть вы можете задавать там некое правило, оповещение. Например, если на каком-то из принтеров тонер осталось меньше 5%, вам на электронную почту будет падать уведомление о том, что на этом принтере, либо вам, либо человеку ответственному за обслуживание оргтехники, уведомление о том, что на этом принтере заканчивается тонер, такой-то там, такой-то цветности, да, нужно заказать. Либо о том, что, так как агент сканирует сеть каждые там 6 часов, то если какой-то принтер не отвечает, значит он какой-то причине не работоспособен. Также может падать уведомление вам на электронную почту о том, что данный принтер почему-то не ответил на последний запрос. Проверьте почему. Что с ним такое. Вот так окно авторизации на сайте fmprintaudit.com. Вот так вот выглядит, соответственно, сама страница. Ну, здесь уже настройка отображаемых колонок, то, что вы будете видеть, собственно, вот здесь, да, то есть количество за всю жизнь, там, отсканированных, откопированных, факс, скан, там, ну и так далее. Да, то есть здесь вы сами уже изменяете, что вам нужно, вот, видеть статистику будете вот в таком формате. Соответственно, если вы нажимаете, это как ссылки на название принтера, вы попадаете в расширенный обзор этого принтера. Если вы нажмете на айпишник, вы попадаете в удаленное управление, то есть администрирование этим принтером. Соответственно, здесь отображается количество отпечатанных за страниц за всю жизнь, ну, здесь запас тонера, там, и так далее. Вот этот значок значит, что подключился новый принтер, и он на данный момент сейчас не отслеживается, да, то есть его нужно, это новое устройство. А вот этот значок значит, что устройство в последний раз не ответило на запрос, то есть статистика устарела. Вот. Отчеты, ну, здесь не видно. Плохо видно маленькое окошко, да, отчеты формируются как хотите, они могут сыпаться вам на электронную почту, как и говорил уже, уведомления. То есть отчеты опять сохранятся в таком формате, их можно будет сохранить, опять же, в формате PDF. Сразу небольшой нюанс, если вы перезаправляете картриджи свои, да, и если это, ну, кустарным методом, скажем так, срываются чипы, вот, то статистика о заправке тонера не будет видна, потому что нечему ее передавать, то есть нет чипа, который снимает эту статистику. Вот, ну, собственно, вот отчета. Ну, это лучше попробовать, мы тоже даем на тестирование данный продукт. Продукт не локализован, он на английском языке. Вот, поэтому, насколько это удобно, к сожалению, не всем подходит. Вот, и еще одно большое но в России, почему не очень любят данный продукт. И, как я уже говорил, это SaaS-решение сервера находится в Канаде. То есть агент собирает статистику о вашей сети, о ваших сетевых принтерах, отправляет ее на сервер в Канаду, а вы, у вас, собственно, удаленное управление уже этим сервером есть. Вот, ну, это настройка уведомлений, то есть, да, вот, заказ тонера вы можете поставить, то есть проценты, там, дни, там, ну, и так далее. Вот, давайте под итог такой небольшой. Значит, мы рассмотрели четыре продукта. Первые два продукта это управление заданиями, то есть и контроль пользователей. Это Print Audit 6 и Print Audit Secure. И два продукта управлениями принтерами, то есть контроль за ними, сбор статистики по ним и так далее. Как лицензируются эти продукты? Значит, Print Audit 6, как я уже говорил, лицензируется по количеству агентов, за которыми необходимо ввести наблюдение. Print Audit Secure, он не лицензируется, он, скажем так, опять арендуется. Там порядка 10 долларов за каждое облако, которое вам необходимо для принтера. Rapid Assessment Key, это флешка, она стоит 700 долларов, приобретается в собственность. Это ваше, больше никаких затрат не требуется. Кстати, Print Audit тоже приобретается в собственность, никаких годовых подписок, дополнительных плат каждый год, продлевания, ничего не нужно. Вы купили и забыли, бесплатная поддержка в течение всей жизни также, по телефону и по e-mail. Вот. Флотилис-менеджеры, это также фактически арендуется часть сервера в Канаде, да, то есть здесь в зависимости от статуса. Есть серебряный, золотой и платиновый статусы. Различаются они, то есть серебряный просто вы будете видеть статистику в принтерам и вывод отчетов, да. Золотой там, вы видите еще заправку тонера, по-моему, а платиновый вы видите абсолютно все, то есть и сможете создавать автоматические уведомления. Значит, стоит это от доллара до 5 долларов в месяц за каждый принтер, за которыми вы хотите наблюдать. Вот, наверное, и все. Есть у вас вопросы какие-то? Готов ответить? Принт-аудит, стоимость аудита складывается из модулей, которые вам необходимы. И вот количество рабочих станций. То есть напишите мне на электронную почту, в какое количество рабочих станций у вас, какие модули вам необходимы. Соответственно, я вам рассчитаю стоимость. Вот, follow.me и web.jet.admin. Ну, насколько я знаю... Так, ну, jetadmin, они работают через принт-сервера. Все основные конкуренты наши работают через принт-сервера. Мы работаем напрямую клиент-сервер, связь. Вот, это главное отличие от конкурентов. Сообщения на русском языке для принт-аудит 6. Соответственно, вы сами их пишите. Можете для каждого сотрудника отдельно, можете для группы пользователей, для отделов, для этажей и так далее. Все на русском. Статистика с расшаренных принтеров собирается или только с сетевых? Как я уже говорил, если это локально расшаренные принтеры, если это USB-шные принтеры и они расшарены, можно собирать статистику, но кроме как количество отпечатанных станций за всю жизнь вы ничего не увидите. Просто у них нет мозгов, чтобы отдавать какую-то большую информацию. Так, сервер управления агентами, принт-аудит 6, надо разворачивать. Сервер достаточно использовать тот, который у вас уже есть в организации. Если у вас там до 100 пользователей, достаточно использовать аксесс, базу данных. Если же у вас более 100 пользователей, желательно использовать SQL-сервер, либо MySQL, либо SQL-экспресс. То есть, выделенного сервера не нужно. Как управлять группами пользователей и разграничивать правила печати? Так, значит, управлять группами пользователей, во-первых, вы можете интегрировать с AD, соответственно, подтянутся все групповые политики. Если у вас нет Active Directory, то вы можете просто группировать пользователей вручную. Ну, как я уже говорил, после пилотного проекта, например, собрать статистику, да, у вас подгрузят туда автоматически все пользователи, все принтера, и вы можете их вручную группировать там по этажам, там, как хотите. Как сдается стоимость одной печати и где? Стоимость одной печати сдается в панели администрирования, в настройках принтеров, которые определились у вас, да. Стоимость вы захотите такую поставить, но в среднем это 60 копеек за черно-белый отпечаток и рубль 20 за цветной. Причем, принт-аудит, к сожалению, не анализирует, да, сам документ, то есть он не может посмотреть плотность отпечатка, то есть сколько за заполнение страницы. То есть если поставить 60 копеек за страницу, да, соответственно, если там даже напечатается одно слово, то это будет такая стоимость. Как происходит управление заданиями? Ну, давайте вернемся, я вам покажу. Сейчас. Так, где у нас? Так. Господи. Вот, собственно, создание правил. Вот у нее и управление. То есть вы выбираете для кого. Ну, да, вот, убрали. Вот, то есть здесь непосредственно происходит управление, создание правил. Правил печати. То есть для группы пользователей, либо там для каждого пользователя, либо там для кого-то определенного. Нет, Secure облака внутри организации, это фактически просто виртуальный принтер, точная копия физического. То есть это все внутри сети будет у вас. Нет, по поводу картинки документ, теневое копирование не предусмотрено, потому что, как я повторяю, продукт рассчитан на большие организации, а в больших организациях иногда используется сетевая пропускная способность очень маленькая. То есть используется даже, возможно, спутниковые каналы связи. И сохранять теневые копии просто нет возможности. И для того, чтобы сохранять теневые копии, нужен сертификат в стек, потому что это уже личная информация, и у нас сертификата нет, поэтому мы от этого отказались. Давайте немножко технические детали расскажу. На сервере занимает сетевое приложение порядка 60 мегабайт, на рабочей станции до 5 мегабайт, а по сети передается информация до 10 килобайт. То есть абсолютно никакой загрузки сервера в сети рабочих станций не происходит. Это так, откуда вызывается эта панель администрирования. Соответственно, эта панель всплывает, открывается сразу же при установке административной части продукта. То есть здесь как раз и происходят все настройки в ней. То есть есть основные, но здесь просто показано непосредственно создание правил печати. Есть основные, то есть здесь группировка пользователей также возможна, группировка принтеров. Здесь же также проставляется в этой панели стоимость отпечатков. Ну, все-все-все, что вообще возможно, в принципе, с помощью продукта. Стоимость печати для каждого принтера или общая для всех? Нет. Для каждого принтера, конечно, отдельно. То есть если у вас есть одинаковые принтеры, вы группируете в группу и создаете для них одинаковую стоимость. Соответственно, если же у вас разные, то есть ни одного одинакового принтера, все разные, вы для каждого принтера задаете свою стоимость. Если возможно, делить принтера по коллекциям, причем с важностью определения устройства и несколько коллекций на время. Денис, я не совсем понимаю, но группируете принтера вы сами, как хотите. То есть это все делается вручную, как вам угодно. Кто вводит список проектов, для которых ведется печать документа? Соответственно, администратор, который будет работать, вот, опять же, в панели администрирования. Здесь все вводится, это все в основном. В основных функциях, да, все имена, все названия, все вводятся там. То есть один принтер я могу затолкать в пять групп. А, нет, 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 здесь нет, здесь так не получится. То есть один принтер, соответственно, в одну группу. Так, Роман, пользователь, нет, у пользователя нет вообще никакого интерфейса. Он ничего не может. У него в службах висит просто, грубо говоря, значок принтаудита, и он его не открыть, не закрыть, не выключить, ничего не может. Но, соответственно, если у него нет административных прав. Если у вас опыт внедрения данных, конечно, да, мы продаем продукты. Даже если вы хотите, мы можем связать вас с людьми, которые уже приобрели, внедрили этот продукт и с успехом используют его. Так, только пользователь знает, для какого проекта печатать. Нет. Смотрите. Администратор задает проект, вписывает этот проект, название проекта. Соответственно, когда пользователь отправляет на печать какой-либо документ, у него всплывает информационное окно, в котором он может выбрать только в рамках какого проекта печатается данный документ. Больше он, и нажать OK, соответственно, печать пойдет уже на принтер. Ну, то есть документ будет уже распечатан. Вот. Если же он не знает или печатает просто так, возможно, там, вписать какой-то там просто так печать. Печать там, личную печать, там еще что-то. Вот. Но в любом случае человек должен что-то выбрать. И в конечном итоге, для конечного клиента, да, для заказчика вашего, в отчете будет, в отчете-счете будет стабильно прописано, кто печатал, что, какие документы и так далее. Давайте еще раз покажу уведомление, какое получает условие для договора на 6 месяцев. Не совсем понимаю, что вы имеете в виду. Вы можете немножко... Не 6 месяцев, а через год на определенных условиях. Определенные условия, ну, вкратце могу рассказать. То есть, вы должны приобрести все три модуля. Вы каждый месяц должны в трех разных разрезах присылать нам отчеты. Мы их анализируем совместно с вами, даем вам рекомендации. Если вы эти рекомендации выполняете, соответственно, у вас сокращается печать. Если вы их не выполняете, мы это будем видеть также по отчетам, которые вы нам будете присылать. И если все равно там не окупится продукт, не будет никакой выгоды, то да, мы вернем вам деньги. Но это, повторяю, только в течение года, каждый месяц, в трех разных разрезах, в которые, опять же, мы скажем, да, вы будете присылать нам отчеты. Мы будем совместно их анализировать. В рамках внедрения предусмотрено ли обучение? Да, собственно, обучаться-то и нечему, да. Но, если хотите, да, можно провести отдельный вебинар по обучению, по настройке, развертыванию, решению часто возникающих вопросов. Но, скажу так, если у вас системный администратор сможет установить Windows на рабочую станцию, то продукт он развернет с легкостью. То есть, в среднем, достаточно получаса, чтобы развернуть продукт на 500 рабочих станций. Это вот просто один модуль анализ. Вот. Причем, смотрите, вот в рамках пилотного проекта, когда пилотный проект закончился, да, пользователь, во-первых, чисто психологически прекращает печатать свою личную информацию. Если же вы потом приобретаете еще модуль правила, то есть запрет перенаправления печати, да, вам будет легче внедрять ее, потому что, снимая отчеты, предложен, каждую неделю, либо там, каждые две недели, вы будете видеть точечно, кто из сотрудников начинает печатать больше, да, то есть, например, там, Иванов сегодня, там, ну, прошлую неделю напечатал, там, 10 страниц, а тут, ну, хоп, 15. Вы в отчете посмотрите, что конкретно печатал Иванов и введете для него какое-то правило, возможно. Либо там, перенаправите его печать на другой принтер, либо просто переставите принтера для более экономичного, да, использования их. То есть, ну, если вам нужно обучение, мы можем его провести, не проблема. Роман, да, давайте, напишите, пожалуйста, свои контакты на мою почту, сейчас я открою ее, я вам, вас наберу и расскажу про все функции модуля бюджетирования. Также, повторяю, поддержка в течение всей жизни, если вы приобретаете продукт, претестировать, соответственно, тоже со мной решаются все технические вопросы, которые возникают. У нас есть пошаговые инструкции, то есть, когда, куда, чего нажать, чтобы получить то или иное. Вот, и есть некая база знаний для того, чтобы решать часто задаваемые вопросы от клиентов. Все в картинках, все понятно, все очень просто. То есть, текста не так много, достаточно приятно просматривать и понимать функции продукта. Да, завтра будет эта же презентация. Да, документацию можно будет скачать, посмотреть. Сейчас я прям ссылочку на нее дам. Вам так... Сейчас, секундочку. Вот эта ссылочка, соответственно, на мануалы в разных сетях. Александр, по поводу не так подробно все здесь. Здесь, ну да, мы касаемся поверхностно, мы интегруем вас, да, раскрываем вам суть продукта. Если вы хотите узнать что-то подробнее, пишите, звоните, мы вам дадим протестировать, если у вас есть время. Если нет, в личном общении я вам раскрою продукт более детально, отвечу на все ваши вопросы. То есть, если раскрывать, там, каждый модуль более детально, рассматривать, ну, очень много времени потребуется. И не всем это будет интересно. Некоторые люди пришли просто узнать, что это, зачем это. Спасибо. Спасибо. Время указывания не я, к сожалению. Обычно занимает около часа презентации. Это стандартное время для всех презентаций, для всех вебинаров. Так, Роман. Так, общий счеток порядок стоимости аудита. Стоимость продукта складывается от количества рабочих станций, в том числе и бюджетирования, которое вас интересует. Давайте. 500 рабочих станций, модули, соответственно, анализ и бюджетирование, если я правильно понимаю, да, вас интересует. Анализ только. 500 рабочих станций, анализ 271 тысяча рублей стоит. Вот. Кстати, забыл вам самое главное рассказать, что если вы подписываетесь под акции пилотного проекта, проводите пилотный проект, то у вас стабильная скидка на приобретение 30%. Пилотный проект ни на что не обязывает. Ни каких денег мы не просим. Мы просим просто протестировать его в том режиме, который я уже рассказывал. То есть разбиваем пилотный проект на две части. Первую часть в скрытом режиме, вторую в открытом режиме. Если у вас не закрытая информация, вы присылаете отчеты нам, мы совместно с вами их анализируем и решаем, выгодно вам приобретение или нет. Если у вас закрытая какая-то информация, то есть имеет служба собственной личной безопасности, информационной безопасности, то вы сами решаете, да, и просто говорите нам результат. До конца марта акция действует. Цены на сайте предусмотрены до 100 рабочих станций. Дальше все по запросу, опять же, мне на почту можете писать. Либо на инфособака.printaudit.ru Это также попадет в вопросы все мне, на которые я отвечу всем. Все, ну, раз вопросов ни у кого больше нету, тогда всего доброго. До свидания. Пишите, звоните. Всем отвечу, всем помогу. Всем помогу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok